Алло, глава администрации Чебоксар слушает. Алексей Ладок отправил сегодня прямую линию, вопросы и ответы слушала наша съемочная группа. Хит-парад городских проблем мы составили после того, как целый час глава администрации Чебоксар лично отвечал на вопросы жителей. Итак, на первом месте трудности проживания в микрорайоне Садовой. Когда наконец построить школу? Отменят ли все-таки 65-ю маршрутку? Почему 12-й автобус ездит не по расписанию? Где покупать продукты? Хотелось бы, конечно, по нашему району побыстрее построились магазины, открылись. Потому что мы с мамочкой все, с двумя детьми ходим в магазин, знаете куда. Поднимается магазин на Багдана Хмельницкого. Это три остановки в гору поднимаются. Очень тяжело нам. Застройщикам мы говорили, он обещает до конца этого года открыть супермаркет. Знаем, что эта проблема есть. Все лето в городе ремонтировали дороги. Так что вопросы про ямы и колдобины на проезжих частях мы услышать не ожидали. И ошиблись. Итак, второе место хит-парада проблем. Улица Ленинского, Самово, Дашумилова, четная сторона домов. Невозможно проехать. Вот ямы большие. Мы опубликовали в интернете на сайте администрации список дорог, которые хотели бы отремонтировать в следующем году. И ждали предложения от горожан. Вы туда свое предложение отправили или нет? Пока нет. Я вот сейчас хочу посмотреть. Ну, то есть это параллельно Игорьскому бульвару, да? Да, да, да. Четная сторона. Ну, проверим эту дорогу. Теперь о новинках нашего хит-парада. Новая по сравнению с прошлым годом категория обращений. Участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Я старший папа, Мичина Павлов-6. Мы участвуем в программе «Формирование городской среды». Большое спасибо, конечно, за детский городок, я говорю. Очень хорошо сделали, Романа. А вот о спонсировании дороги, Артатах, уже 20 дней, 20 дней здесь траншеи, бордюры вынули. 70% нас ждет пожилых людей, которые с плюшками, и они не могут перейти. Подрядчик пришел на объект, вскрыл дорожную одежду, работы не проводят. Я взял на заметку, разберемся. А теперь о любопытных вопросах, которые нельзя отнести к той или иной категории. Так, родителям в 17-й школе предлагают скинуться на замену окон, мол, у школы денег нет. У меня трое детей, у меня просто нет возможности внести деньги. Сейчас рядом со мной начальник управления образования, он говорит, что в этом году в школу номер 17 выделено более 2 миллионов рублей. И эти средства были направлены на создание новых классов, создание новых классов под начальную школу. Нужно будет посмотреть, почему было принято такое решение. На следующий год объем средств, наверное, будет в том же объеме. Будем учитывать все интересы окна, надо будет менять. Молодой человек пожаловался, кататься на сноубордах негде. Возможно, лес на заливе. Вы, наверное, видели, да, то, что ребята катаются на сноубордах. Вот, сделался нормальный сноуборд-парк. Сегодня коллеги предлагают рассмотреть вариант строительства склона на свалке, которую мы рекультивируем в следующем году. Итак, вопросы заданы. Теперь дело за городской администрацией. Из кабинета руководители управления вышли с поручениями. Переносили.